Я знаю, кто лучше всего играет в футбол. Повтори. Я знаю, кто лучший в нашем районе. Лучше него никого нет. Парни, через несколько минут встречаемся на поле. Побежали, побежали. Значит, ты знаешь, кто лучший? Да. Как его зовут? Джефферсон Фарфан? Нет. Кри-кри, лучше него. Я Джефферсон. Рад знакомству, Джефферсон. Я Мануэль Кастильо. Я футбольный менеджер. Я так понимаю, Пелоса твой друг. Он сказал, что ты лучший игрок на районе. Давай проверим это. Через 15 минут на поле. Договорились? Шесть человек. Кто отметился? Имя? Отлично, всех шесть. Надевайте жилетки. Надеваем, надеваем. Имя? Андреас. Имя? Алекс. Всё, не теряем время. Итак, отлично. Надевай нормально. Без жилеток не играем. У нас проблема. Другая команда не пришла. Ему придётся играть с детьми старше. Хорошо, без проблем. Если ты не видишь проблем, то я тем более. Тогда играем. Вот. Гол! Гол! Осторожнее, сбоку. Гол! Гол! Джефферсон забил гол. Я же говорил, он лучше всех. Да, ты был прав. Слышь. Кто этот малой? Джефферсон Фарфан. Гол! Отправь его на нормальное поле. Но он только начал. Я увидел более чем достаточно. Джефферсон, отвлекись. Тебя забирают играть на газоне. Но матч ещё не закончился. Не переживай. Тебе тут делать нечего. Иди. Что ты хотел спросить? Я видел, как мама накладывала еду в ваши тарелки. А потом переложила её в нашу. Мы поели, а вы нет. Слушай, Джеффри. Иногда родителям приходится идти на жертвы ради своих детей. Хочешь правду? У нас мало еды. И лучше, чтобы кушали вы, потому что вам нужно расти. Но маме тоже нужно кушать. Она всю ночь танцует, и у неё не будет сил. Не волнуйся о своей маме, внучек. Она перекусит что-нибудь в клубе, где танцует. Мы всегда жертвуем чем-то ради наших детей. И мы всегда будем думать о вас. Не грусти, бабушка. Я стану футболистом и куплю нам огромный дом. А тебе я куплю велосипед, чтобы ты не ходила так много. Мне велосипед. Велосипед. Ну спасибо, мой сладкий. Хочешь подарочек? Я нашла подработку, и на заработанные деньги я купила тебе вот что. Вау, Буцци. Спасибо, мамочка. Вам негде есть. Они сейчас закончат и пойдут на тренировку. Потом стол весь в твоём расположении. Сколько ещё это будет продолжаться? Столько, сколько потребуется, дочка. Папа. Это почему у нас в доме детский сад? Посмотри на этих деток и запомни их лица. Это будущее элита футболистов в Перу. Они попадут на чемпионат мира. И я должен подготовить их. Понимаешь? Хочешь есть? Подожди. Это для меня? Если хочешь играть, ты должен быть сильным. Монтальбо. Привет, Монуэй. Это тебе подарочек. Тренер челока. Когда вы раздадите футболки? Фарфан, да? Ты понял про соблюдение графика, диеты и тренировки? Мы здесь не просто играем в футбол. Мы представляем страну. Если ты сделаешь что-то не так, ты запятнаешь футболку. Я надеюсь, что единственные пятна на твоей майке будут пятнами фута. Я понял. Раздай футболку. Хорошо. Монталь, что вы умеете? Нравится? Да. Это для Цибиры вы будете жить здесь. Вы уже можете начать перевозить вещи. Грузчиков мы предоставим. Да нам нечего перевозить. Да, у нас нет ни холодильника, ни стиральной машины, ничего. Смотри, Джеффри. За каждый гол я буду давить тебе бытовую технику. А если этот гол еще и принесет победу, подарки будут и покрупнее. В холодильнике, стиральная машина, кровати. По рукам? По рукам. Гол! Завил Фарфан. Какой гол, Фарфан? Он сделал это снова. Джефферсон, Августин, Фарфан. Гол! 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 Продолжение следует...